Теперь я расскажу про следующий орган чувства, про ухо. Возможно ли создать искусственное ухо и что существует на сегодняшний момент. Итак, опять рассмотрим три варианта. Бионическое ухо, электронное ухо и наноухо. После лекции про глаза вы уже разбираетесь во всем. Электронное ухо, как мы говорили, это любое устройство, большое, маленькое, которое позволяет слышать. Например, кто-то из вас скажет, что электронное ухо – это мой компьютер, потому что там есть камера, и он меня слышит. А может быть, это современная камера для съемок, она же слышит и передает голос. Это вариант электронного уха. Подслушивающее устройство – это тоже электронное ухо. То есть любой прибор, который ловит колебания окружающей среды и переводит их в информацию, которую нам необходимо было получить. Бионическое ухо. Тут мы сразу говорим о человеке, что ему нужно вернуть ухо, либо слух. Может быть, это было потеряно при рождении, может быть, это было потеряно в результате какой-то болезни, либо какой-то трагедии. Итак, мы сразу представляем, что это вариант настоящего уха. Как вы видели множество фильмов, где делают и уши, и глаза, и нос, для того, чтобы мы представляли, что это монстр. И когда мы смотрим на монстров, мы думаем, да, вот он существует на самом деле. Это просто прекрасные гримеры из специальных материалов делают такие чудесные маски. Так вот, по принципу такому же, только мы уже говорим о современных материалах, которые не просто будут имитировать ваше ухо, а они будут еще не вредны вам. Это ухо должно выглядеть как живое. Оно должно человеку не мешать, а помогать. Оно не должно отвалиться. Оно не должно натирать. То есть оно должно быть совершенно комфортно, чтобы человек, который, скажем так, носил это ухо, чувствовал, что это его родное ухо. И опять же, с помощью специальных материалов и 3D-технологий это ухо можно просто напечатать, его образ. Но в этот образ нужно вложить устройство, которое будет лечить тот недостаток, который у человека есть. С помощью чего мы слышим? У нас поступают в ухо звуковые колебания. У нас в ухе есть специальная мембраночка, которая колеблется, и в результате ее колебаний мы слышим. Вы, наверное, замечали, если вдруг у вас ухо заболело, то вы начинаете плохо слышать. Или говорите, у меня заложило ухо. Что значит заложило? В результате воспаления либо попадания воды, в результате воспаления мембраночка разбухает, и она уже хуже движется под воздействием колебаний. Хуже движется, хуже слышим. Попала вода, соответственно, тоже тяжело мембране колебаться в воде. Она мешает. Пока вы воду не вылили, то из своего уха либо она просто не испарилась, вы плохо слышите. Бывают другие страшные заболевания. Оказывается, что наша мембрана в ухе – это не просто как кусочек материи, который колеблется. Эта материя как марля, она в дырочку. И ученые нашего университета ЛЭТИ разработали искусственную мембрану, которая в том числе используется и для целей восстановления уха. И вот эту мембрану я уже могу назвать наноухо. Мембрана настолько маленьких размеров, что вы ее не видите. Но она позволяет совершать колебания и возвращать человеку звук. Допустим, по старости мембрана, когда человек стареет, опять же, кстати, плохо слышит. Почему? Ну, одна из причин, по многим причинам, что мембрана стала старенькая, либо стало много дырочек. Много дырочек – это, знаете, как в дырявой шляпе. Ветер пролетает и не успевает ее поколебать. Поэтому нужно заменять или, говорят еще, нужно придать эластичность. Так вот, для того, чтобы убрать вот этот друшлаг у старого человека из уха и добавить новую эластичную мембранку, сейчас это уже называется нанотехнологией, и это возможно сделать. И опять же мы говорим о технологии, потому что не просто создать некую мембрану как аналог. Это получен новый материал, который не будет человеку мешать, который будет аналог нашей естественной мембраны. Так же, как вам делает имплантант зуба. Он вам не мешает, он вам помогает жевать, вы улыбаетесь, он выглядит так же красиво. И главное, что он не приводит к воспалению, к каким-то заболеваниям, как вы делали раньше, металлические зубы делали, золотые зубы делали. Сейчас мы уже пришли к тому, что имплантант зубной, и вы уже считаете это реальностью, должен быть белым, красивым и полностью аналогично утерянному вами зубу. Точно так же говорим и с ухом, и мембраной. Итак, бионическое ухо – это аналог, абсолютно индивидуальный, сделанный для вас аналог вашего персонального уха, в котором помещено устройство, которое позволяет вам вернуть слух. И устройство должно быть таким, чтобы оно возвращало именно, устраняло те проблемы, которые есть у человека. Но это уже диагностирует доктор. Ученый только предлагает несколько вариантов разработок. Если мы говорим про наноухо, то это миниатюрное устройство, либо новый материал, либо новое устройство. Если мы говорим про нано, вы сразу понимаете, мы это не видим. Я уже говорила в начале нашего курса, что толщина нашей волосинки порядка от 40 микрометров до 100 микрометров. А нано – это в тысячу раз меньше нашей волосинки. Вы уже это не видите. Но, тем не менее, такого размера, меньше вашей волосинки, можно сделать наношестеренку. Можно сделать такое маленькое устройство, которое будет меньше вашей волосинки. Поместите его, например, в ухо, и он будет выполнять те функции, которые мы в него вложим. Итак, теперь, чтобы мы уже разбирались во всем, еще раз повторим. На сегодняшний момент мы можем сделать искусственное ухо и вернуть человеку слух. Да. Если мы говорим про электронное ухо, то все наши компьютеры, все наши камеры, вы смело можете назвать «это мое электронное ухо». Бионическое ухо – это аналог натуральному уху человека, кошки. Кого вы возьмете? Это аналог биологического уха, в которое вставлено устройство миниатюрное, которое позволяет вернуть человеку, либо кошке, либо собаке, слух. А вот то устройство, либо материал, который туда помещен и делает функцию, функцию слышать – это наноухо. Итак, с ушами все в порядке, вопрос решен. Теперь дальше мы будем только совершенствовать слух. И вы спросите, если мы вопрос решили, что мы будем делать дальше? А я вам скажу, что мы будем делать дальше, господа. Вы прекрасно понимаете, что собака слышит лучше, чем человек. И кошка слышит лучше, чем человек. Мы будем совершенствовать наш слух. И, может быть, в ближайшем будущем мы разработаем некое устройство, которое никто не будет видеть. Просто в виде чипа нанесем себе за ушко и будем слышать лучше, чем все животные, живущие на Земле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...